Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Найден погиб из Донбасса. Доставят тело заместителя председателя общественной палаты Алтайского края. Два миллиарда рублей, 38 километров сетей под замену. В Барнауле завершают подготовку к отопительному сезону. Спектакль для взрослых. До барнаульской сцены добрался кот-философ из Москвы. И все-таки погиб. На этой неделе в Барнаул доставят тело заместителя председателя общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. Пропавший в ДНР признан погибшим. Ряд краевых СМИ сообщает, что общественника опознали по черепу. Напомним, Евгений Новиков уехал в ДНР с гуманитарной миссии в июле и пропал. Родственники начали вести поиск через социальные сети. И вот сегодня стало известно, что общественник погиб. Тело Евгения Новикова должны доставить в Барнаул в ближайшие дни. Похороны могут пройти уже на этой неделе. К другой теме. Нового министра образования назначили в Алтайском крае. Ведомство возглавила Светлана Говорухина. Она больше года исполняла обязанности министра образования и науки региона после ухода экс-главы ведомства Максима Костенко. Он покинул должность руководителя ведомства по собственному желанию 2 августа 2021 года. В школах край завершают проверку готовности к новому учебному году. Большинство образовательных учреждений распахнут двери 1 сентября. Но есть и такие, где капитальный ремонт продолжится. На пути к совершенству сейчас две школы в Черышском районе. Их ждут комплексные преобразования. Подробнее о ходе работы в материале наших коллег. Прежнее здание школы, что было построено еще в 60-х годах прошлого века, сегодня не узнать даже снаружи, говорят жители села Красный Партизан. Кардинальные перемены здесь начались еще в прошлом году. Здание стали ремонтировать по краевой и адресной инвестиционной программе. За год здесь обновили кровлю, утеплили фасад, полностью заменили систему отопления. Последнему очень рады бывшие выпускники, родители сегодняшних учеников. Им есть чем сравнить. Мы в свое время замерзали. Было время, мы даже в перчатках писали зимой, потому что было очень холодно. Сейчас гораздо теплее, но я думаю, сейчас в обновленной школе будет еще теплее. Не придется детям ходить в куртках, на уроках сидеть. Сегодня ремонт подходит к концу и внутри. Объект готов на 80%, рассказывает директор школы. На все работы по краевой инвестпрограмме затратили больше 20 миллионов рублей. На сегодняшний день мы имеем ровные стены из гипсокартона, выровненные, которые в ближайшую, на следующей неделе начнется покраска данных стен. Потолки везде Амстронг с соответствующим освещением, электроосвещением, которое будет соответствовать все требования. То есть будет везде светло, как бы уютно. Обновленные классы дополнит и новая мебель, которую закупает на средства Миноборнауки края. Учреждение распахнет свои двери 29 сентября. А это значит, первую четверть почти 200 учеников проведут в здании начальной школы. Впрочем, и дети, и родители ради комфортных условий готовы месяц перетерпеть. Тем более, что здание началки для них уже привычно. Прошлый учебный год прошел там же. Учились в две смены. Я попал в первую смену и для меня конкретно таких изменений не произошло. Ну, что по 30 минут уроки, ну, хорошо было. К слову, сейчас в районе обновляют еще одну школу. Уже по федеральной программе капитальный ремонт учреждения проходит в селе Синтелег. И там, говорят, в районной администрации текущей осенью работы продолжатся. Много проблем было по скрытым работам. Пересогласовывали сметы, переделывали некие. Ну, плюс авторский контроль, надзор и, соответственно, строительный контроль. Фирмы работают очень даже щепетильно с нами и с подрядчиками особенно. Поэтому происходят определенные затяжки. Районные власти уверяют, что сделают все возможное для того, чтобы ремонт в школах завершился как можно быстрее. Комфортных условий все ждут с нетерпением. Тем более, что преобразования будут такими, о которых многие и не мечтали. К слову, курсно-комплексное обновление подчеркивают местные чиновники. В ближайшее время ждет несколько школ района. Всего же в этом году в крае отремонтируют 76 школ. 11 продолжат строить. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. С сегодняшнего дня в Барнауле можно купить единые школьные и студенческие проездные. Тарифы школьные для школьников из малообеспеченных семей и студенческие начнут действовать с 1 сентября. Речь идет о городских автобусах, троллейбусах и трамваях, которые работают по регулируемым тарифам. Напомним, установить единый проездной билет для школьников и студентов поручил глава города Вячеслав Франк. По его мнению, единый проездной станет хорошей мерой поддержки учащихся, особенно на период реконструкции моста на новом рынке. По проездным билетам, как и ранее, школьникам и студентам предоставляется неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Приобрести карты можно в киосках Лига Пресс и Роспечать. Для получения и пополнения транспортных карт студенту необходимо при себе иметь студенческий билет и документ, удостоверяющий личность. Школьнику необходимо иметь справку об обучении в образовательной организации и документ, удостоверяющий его личность или личность законного представителя. Школьнику, чья семья признана малоимущей, дополнительно при себе необходимо иметь справку из органов социальной защиты о признании семьи малоимущей. Карту на ребенка из малоимущей семьи можно получить только в самом Центр-Трансе. Еще одно уточнение, которое касается уже студентов. На единый проездной могут рассчитывать молодые люди, которым не исполнилось 24 года. Важно обучаться на очной форме и только в учреждениях Барнаула. Добавим тем, кто уже пользуется электронными транспортными картами школьный, для школьников из малообеспеченных семей и студенческий, менять их не нужно. Их нужно только пополнить. Стоимость активации не изменится. Тариф студенческий 650 рублей, школьный 550 рублей, для школьников из малообеспеченных семей 400 рублей. Отметим, что на автобусах, которые работают по нерегулируемым маршрутам и где нет льготного проезда, действия проездных не распространяются. К другой теме. Скоростные заезды на самосвалах, полоса препятствий на бульдозере и меткость на экскаваторе. Необычные состязания за звание лучшего по профессии прошли среди работников дорожного хозяйства. Кто лучше других смог обуздать спецтехнику, узнаем далее. Не просто водители, а настоящие рыцари. Кони, правда, тяжелые и железные, но при этом маневренные. Бульдозеры, самосвалы и экскаваторы. Сергей – профессиональный машинист-погрузчика. Проехать полосу препятствий на таком устройстве для него задача несложная. В прошлом году мужчина стал победителем конкурса в своей номинации. В подарок получил коня полегче – спортивный велосипед. Но на двухколесном катаются теперь дети. Отцу и своего погрузчика хватает. На нем он снова и приехал за победой. Мне нравится, что конкурс проходит творчески. Например, никто больше загрузит или разгрузит. А досточки, мячики. Мы не занимаемся этим на работе. Творческие конкурсы. И хорошо, что на настоящей работе не до досточек и мячиков, добавляет Сергей. Иначе заделывать дыры в городских дорогах будет некому. Но шутки шутками, а конкурс – отличная возможность отточить профессиональное мастерство. Ведь где еще можно на скорости ездить на самосвалах, преодолевать полосу препятствий на бульдозере и даже маленькую каску закидывать в бочку огромной лапой экскаватора. Потренировались, посмотрели, получились друг у друга. У меня сложность была с мячом. Не футболист не мог закинуть. Судействовать участников собрались профи. Игорь уже в 17-й раз оценивает коллег. Смотрит за умением владеть ходовой частью, управлением отвала и заездой змейкой. 93 секунды – пока лучший показатель, добавляет судья. В этом году бульдозеры новые практически, с джойстиками, управление другое. Но меня удивило, много хороших бульдозеров. Хорошо проехали прямо. Мало вешек сбили и по скорости хорошо показывали. На вопрос, не появится ли больше ям на дорогах, пока все работники оттачивают навыки на конкурсе, отвечает. Все претензии идут к асфальтобетону, то есть к покрытию. От мастерства бульдозеристов ям не бывает. И чтобы мастерство работников оставалось на высшем уровне, поощряют ценными призами. Каждое предприятие получит, наверное, с десяток единиц различной техники. Это грейдеры, самосвалы, это тракторы. Эта техника направлена как на строительство автомобилей дорог, так и на обслуживание дорог в летнее и зимнее особенно время. Победителями 18-го конкурса стали участники восьми номинаций. Среди них и один из наших героев. Андрей занял второе место в категории машинист-погрузчика. Он уверяет, городские дороги под надежными колесами, а точнее, в надежных руках рабочих. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле завершают подготовку теплосетей к отопительному сезону. Большая часть запланированных работ уже выполнена. В следующем сюжете расскажем, сколько средств было потрачено на все ремонтные работы, а также сколько в этом сезоне было отремонтировано сетей. Почти полувековая труба. За последние несколько лет на этом участке на улице Попова произошло 9 повреждений. А ведь от магистральной сети запитано 435 домов. То есть от этого зависит более 100 тысяч жителей. На техническое переоснащение участка, которое было так необходимо, выделено 25 миллионов рублей. Ремонт завершат досрочно к первому сентября. Активно происходит здесь развитие, строительство. Если смотреть по этой стороне, вот левая часть от Павловского тракта вся застроена. Для того, чтобы новые дома получили тепло, не в ущерб вот этим микрорайонам, мы здесь увеличили диаметры. От этого участка также зависит отопительный сезон почти в 30 детских садах, 12 школах и в 13 лечебных учреждениях. Руководители медицинских организаций накануне посетили объект. Для медицинского процесса крайне необходима как раз-таки и теплая вода, и соответственно отопление в зимний промежуток времени. И здесь хотел бы сказать спасибо за то, что все-таки переклад этих труб произошла без отключения нас от горячей воды. На данный момент достаточно немало обращений и жалоб от граждан поступает именно в отношении вопросов, связанных со сферой ЖКХ. Поэтому мы считаем, что проект эффективное городское коммунальное хозяйство важно, чтобы он реализовывался на всей территории города Барнаула и затрагивал все отрасли хозяйства. Этим летом Барнаульская теплосетевая компания ведет работы на 85 объектах теплового хозяйства города. Ведется замена сетей протяженностью почти 38 километров. В целом на подготовку к отопительному сезону в Барнауле направлено более 2 миллиардов рублей. Все работы помогут уменьшить аварийность на сетях. Работы ведутся в рамках ремонтных компаний, ресурсоснабжающих организаций. Кроме СГК, также свои сети готовят и водоканал, и гороэлектросеть. И есть ремонты, которые проводятся за счет средств бюджета города. Все подрядные организации, которые работают за счет средств бюджета города, с поставленными задачами справляются. Добавим, что все работы в Барнауле, влияющие на подачу отопления, завершат до 15 сентября. На данный момент основная часть магистральных сетей большого диаметра находится в высокой степени готовности. Ирина Корчагина, День с толком. Дан старт осеннему кэшбэку. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Горном Алтае объявил о возврате части денежных средств российским туристам за отдых внутри страны предстоящей осенью. По словам представителя правительства, за два года скидки на туры получили 4 миллиона российских туристов. Два миллиона из них в этом году. И вот очередная возможность вернуть часть расходов за отдых. Правда, для получения кэшбэка в путешествии необходимо отправиться в период с 1 октября до 25 декабря. Продавать туры с приятным бонусом начнут уже с 25 августа. Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуется около 600 тысяч человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят. Больше всего вырастет кэшбэк за путевки на Дальний Восток. За отдых в этой части России можно будет вернуть 40 тысяч рублей. Это предельный размер компенсации, на которую могут рассчитывать путешественники. Ранее порог был ограничен 20 тысячами. Кот-философ из Москвы добрался до барнаульской сцены. В театре кукол-сказка прошел закрытый показ нового спектакля для взрослых «Дни Савелия». Каким получился спектакль, где главный герой кот, родившийся в коробке от бананов в районе Таганки, расскажем далее. А почему бы не поставить историю про кота на сцене театра кукол? Такая идея в свое время возникла у Александра Борока, и ее он воплотил в жизнь уже в нашем театре. Философствующий кот по замыслу режиссера проживает 9 жизней, от рождения до глубокой старости. Воплощают их на сцене 9 мужчин-актеров. Именно столько и оказалось в театре. Актеры являются некими душами этого кота, рассказывая историю Савелия, очень похожую на жизнь обычного человека. Его мысли, его домыслы, его поступки, его любовь, опять же, это все-все-все вошло, естественно, в наш спектакль. Любовной темы здесь тоже достаточно. Любимую белую кошечку Савелия играют в разных жизнях разные актрисы театра кукол. Мне нравится это произведение тем, что оно очень насыщено жизнью. Оно очень простое и насыщенное. То есть там есть все, и любовь, и политика, и личные переживания, и, в общем, весь вот этот клубок, который человек переживает за всю свою жизнь. А еще спектакль интересен миксом разнообразного видео и музыкального материала. Видеографика известного московского видеохудожника Юлии Михеевой. Над музыкой работал тоже москвич, композитор Андрей Занога. Слышишь? Это фрикер? Давай потом барабан стучи. Спасибо, и я там. Нужно было все это соединить вместе. Нужно было, во-первых, соединить музыку с видеоанимацией, с живым актером и еще с куклами, которые находятся на фоне этой анимации. То есть там получается, он такой сложно многослойный спектакль, многослойно-технический в этом смысле. Постановка наполнена разного рода эмоциями. Именно их и хотел получить от зрителя режиссер. Судя по всему, удалось. Первые зрители, котом-философом и его жизнями вдохновились до слез. Настолько классно они переходили из одного этапа жизни, из одного настроения периода. И голосами это сопровождали. Круто. На самом деле, очень понравилось. И это все стильно, и прям вот вкусно. Я буду рекомендовать всем своим. Двухчасовой рассказ о жизни кота в театре «Кукол сказка» уже совсем скоро. Премьера 16 сентября. Напомню, что спектакль с участием голых манекенов и философскими мыслями Савеля только для взрослых. Татьяна Голубева, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком. А сегодня на здании театра «Кукол» заработал большой LED-экран. В Барнауле сказка – первое учреждение, где появился такой экран. В целом же по России это очень популярная история. Реклама на баннерах постепенно уходит в прошлое. В Барнаул экран 3 на 3 метра привезли из Москвы, и это исполнившаяся мечта директора театра «Кукол». Удовольствие, правда, не из дешевых, но здесь надеются, что оно себя оправдает. Кстати, ролики будут показывать и зимой, и летом. Модули экрана влагостойкие и с хорошей защитой. Мы давно мечтали сейчас популяризировать Пушкинскую карту, потому что мы столкнулись с такой проблемой, что многие не знают, как ее устанавливать. Здесь мы загрузили уже первым делом с понедельника именно видеоинструкцию, как приобрести Пушкинскую карту, и, соответственно, в дальнейшем будем транслировать, на какие наши спектакли можно будет приобрести билеты именно по Пушкинской карте. Помимо видеоинструкции, на экране сейчас транслируют ролик о предстоящем в сентябре Всероссийском фестивале театров «Кукол» «Зазеркалье». Позже появится информация о театральной афише, трейлере и тизере спектаклей. Коммерческая реклама демонстрироваться не будет. Между тем, в театре подумывают разместить подобный экран и на другой стене сказки, выходящей на проспект Ленина, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Все степени провала. Начавшийся сезон для футболистов «Динамо Барнаул» пока складывается крайне неудачно. Четыре матча и ноль очков. Почему такой результат и как выбираться из проигрышной ямы? Подробности у Дмитрия Дроздова. У нас потому что не все футболисты мотивированы выходить и биться. Вот это вот прежде всего, вот больше всего надо вот этого добиться. Макс Яросланов там свои 34 года бежит полполерным, а у нас молодой футболист останавливается на центре, пусть бежит, забивает. Та самая ситуация, когда послематчевая пресс-конференция гораздо интереснее, нежели игра на поле. К сожалению, это факт. Барнаульцы начали свой сезон двумя выездными матчами. В них замечена стабильность. Две игры, два поражения с одинаковым счетом 0-3. Еще и главный тренер приболел. Это определенный отпечаток я ставила на психологическом фоне. Но тем не менее мы сейчас находимся, как говорится, в поисках состава и в поисках своей игры. Скажем так, сейчас этап становления. Мы, как говорится, максимум старания проявляем, но где-то удача пока не на нашей стороне. Но мы будем работать. И есть вера и надежда, что в следующую игру мы более достойно сыграем. Этого, увы, не случилось. В первой домашней игре против Амкара из приятных моментов лишь полные трибуны болельщиков. Что касается самого матча, очередное поражение 1-3. Реабилитироваться белоголубые должны были в субботней игре с ижевским «Зенитом». Но и здесь удача от наших отвернулась. А вот гости свои задачи на игру выполнили почти на отлично. 1-4 победа за «Зенитом». Достаточно неплохо моментами взаимодействовали. Да, где-то упростили игру, но, опять же, учитывая состояние поля и, так скажем, команду соперника, именно приняли первые минуты такое решение в таком ключе играть. Достаточно создали голевых моментов. В принципе, и хорошо забили, могли и больше. Ну, считаю, что больше, может быть, тоже не надо. Надо ставить на следующие игры. И все же добавим ложку меда в бочку дегтя. «Динамо» идет на первом месте в турнирной таблице. Правда, с конца. Четыре матча, ноль побед. И это тоже определенный стабильный результат. Но хочется верить, что из футбольного кризиса наши выйдут. Потенциал все-таки есть. Возможность набрать первые очки у барнаульцев будет 20 августа в выездном матче против чувашского «Химика». Пусть хоть там нахимичит в хорошем смысле этого слова. Дмитрий Дроздов. День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!